Всем привет! Здравствуйте! Хочу сегодня записать такой фидбэк видео, пообщаться на предыдущее видео, дать комментарий. Видео было о «Попало в руки к маньяку-турку» про проблемные отношения, абьюзивные, зависимые и, скорее всего, нечистические, там вообще расстройства у человека. В общем, если хотите, посмотрите, я оставлю ссылку под видео. Во-первых, почему мне хочется снять это видео? Потому что поблагодарить вас за то, что вы, ну не все, естественно, но большинство, больше процент людей, которые комментировали это видео, были сдержаны, слова поддержки звучали и не побоялись очень многие написать, если были в подобном абьюзе, в подобной ситуации, поделиться своим опытом. Это очень ценно. Я знаю, что и для вас это, в принципе, полезно об этом поговорить, признать это, чувствовать себя сильнее. Если ты об этом просто сказать можешь, ты уже чувствуешь себя сильнее. И все это не просто так даже было. То есть в любом случае, какой бы ужасный опыт в нашей жизни не был, мы берем из этой ситуации негативный всегда какой-то опыт для себя, берем урок на будущее. Навсегда препятствия, скажем так, для чего-то, для улучшения себя, они нам нужны. Хочу отметить, я не знаю, каким словом это назвать. В общем, мне было очень приятно, очень много людей откликнулось на почту. Мне писали девушки для того, чтобы взять контакты, пообщаться или передавали свои контакты автору письма для того, чтобы с ней пообщаться, переписываться, встречаться в реальной жизни. Знаете, это было порядка, наверное, где-то 15 человек, кто, скажем так, отозвался к этой девушке на помощь, на поддержку, прям для конкретного реального общения. Я вот вам всем хочу огромное спасибо сказать. Ну и вообще, в принципе, всем, кто это видео посмотрел, как-то поучаствовал, оставил комментарий, это очень значимо. Мне даже самой, знаете, было очень, типа, таким тяжелым видео, довольно-таки слова вот эти поддержки, было очень приятно читать, потому что, знаете, затюкать, загнобить каждый легко может, проехаться, не подумать о личных границах или, там, оскорбить человека. А вот поддержать, найти слова, это очень приятно и, знаете, хочется верить в людей, в искренность, в поддержку и, знаете, какие вообще обстоятельства последние пару лет происходят, да, в людях как-то разочаровываешься, хочется верить в что-то еще светлое в людях, в какую-то поддержку, вот в такое вот. Это очень было, знаете, релаксирующий терапевтический эффект, это даже для меня не эти комментарии. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо за это благодарность выразить. И, в принципе, мы вот этим участием, вот это ощущение было, у меня комьюнити, да, группа какой-то людей организованной, которые вот этим общением друг другу делают приятно, хорошо поддерживают. Знаете, ощущение просто, что ты не зря снимаешь, не зря, там, не знаю, тратишь на это время, и человек не зря это написал, изложил вообще очень детально свою историю, свою душу открыл. В общем, мы все как бы получили какое-то удовольствие, сделали полезное дело. Сейчас я вам зачитаю фидбэк еще о девушке, которая написала тоже, после своей истории она опубликовывалась на канале, и, собственно, что она нам написала спустя время. Здравствуйте, Галина, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы бесплатно капслоком выделена, оказываете людям услуги и снимаете эти видео. Моя история про студента и преподавателя, что уже ненормально, но вы преподнесли это так умело. Много времени прошло с парнем, и я рассталась именно в тот раз, когда я писала вам письмо, шансов больше не давала ему. Деньги он мне вернул, оказался порядочным. Ничего у нас больше быть не может и не будет. Я удалила его из своей жизни, хоть он фанатически преследовал меня в запрещенной соцсети. У меня остался его чемодан с самым важным, с вещами. Там зимняя куртка, шапка и так далее. Сегодня я написала сама ему с вопросом, как мне это ему передать, на что он ответил просто выкинуть. Я уточнила, действительно ли он этого хочет, он ответил лайком. И я избавилась от вещей в моем доме, так как меня это угнетает. Хочу поставить жирную точку во всей этой истории в своей голове. Я уже большего не люблю, мне его только жаль. А еще я люблю быть кому-то что-то, еще я не люблю быть кому-то что-то должна. Спасибо вам большое за ваш труд. Если хотите, можете использовать этот текст для видео с уважением. Вот такой фидбэк. Знаете, когда я, не говорит о том, что надо обязательно присылать, скажем так, какой-то фидбэк, я его типа жду, сижу вот такая, думаю, выпустила, сижу, угадаю, напишут мне или нет. Похвалите меня, пожалуйста, за мою работу. Ни в коем случае. Я так сижу, не рассуждаю, но просто иногда, когда такое прилетает или пишет, я на этом для себя акцентирую внимание. Ой, ну не зря сделала, молодец. Хочу отметить, что стало меньше историй о том, когда отсылают всем остальным брелогерам вот эту расписку. Я спрошу этого не делать. Опять напомню, что мне, как всем присылать, не хочу просто повторять контекст, чтобы у всех одно и то же было. Просто только неинтересно, потому что, как правило, люди подписаны на других блогерах о Турции, смотрят то же самое. На это и спрашивали, на кого я подписана. Ребята, я уже несколько лет, не знаю точно сколько, из Турции никого не смотрю вообще. Почему? Мне неинтересно. В том плане, что чему-то раньше я смотрела, конечно, всех. Все было очень интересно, когда я переезжала. Сейчас я не смотрю, потому что у меня есть свой опыт. Я здесь уже адаптировалась, освоилась. У меня нет вопросов, на которые у меня нет ответа. Если у меня есть какие-то бытовые, юридические, в конце концов, и так далее, я задам эти вопросы специалисту. Например, у нас в семье, у нас есть адвокат, например, да, есть какие-то юридические моменты. Это могу с адвокатом обсудить, тебя задать вопросы, задать. Мне, кстати, когда обращаются иногда по разводам, девочки пишут на почту, там просят какие-то контакты по Турции. Я сразу говорю, я не информбюро, никому ничего не помогаю. Даже как-то просили человека найти в Турции. Нормально вообще? Я даже не стала вроде отвечать, не помню. Просто мне нечего ответить. Я не занимаюсь поиском. Можно обратиться к детективам в Турции. Они очень популярная профессия. Их тут очень много. Они вам за два дня наруют на человека, все что угодно. Раньше было 10 тысяч лир в ход какое-то дело, типа такое на открытие поисковое. Я вам видео рассказывала. Сейчас, наверное, дороже, потому что в цене подорожало, может, 1015 стоит. Но нарыг под на год, ну и вообще легко на человека. Вот. То есть я, у меня нет такого запроса что-то искать у блогеров. Как бы все понятно. Ко всему адаптировался. Если мы берем следить за жизнью чьей-то, я же знаю, какая здесь жизнь. Очень хорошо. Я стараюсь вообще максимально вникать в политику, в социалку, в жизни людей, в общение с ними, с местными. Чем они живут, чем дышат, чем интересуются. Я очень, знаете, как такой уже вовлеченный внутри человек. Но при этом я еще на позиции такого наблюдателя за всеми. Не совсем слилась, да, с обществом. Если слилась в бытовом плане, да, у меня еще остается, как у иностранки, такая возможность наблюдать, смотреть. То есть не быть, собственно, на 100% как местный. Мне кажется, никогда не произойдет. Нельзя быть на 100% местной. Ну, короче говоря, я этой возможностью пользуюсь. Мне это очень интересно. Знаете, такой урок социологии происходит. Я всегда людей смотрю, наблюдаю за ним. Мне это очень интересно. С точки зрения еще и психологии, конечно, и социума, и так далее. Процессы какие-то социальные, то есть в обществе. И смотреть за жизнью, как другие девчонки живут в Турции, блогеры, например, мне не интересно. Я знаю, как они живут, потому что я живу вместе с ними здесь. И мне это просто, ну, и времени, конечно, нет. У меня спрашивали, ой, скажите, а какое у вас есть хобби, помимо YouTube? Чем вы вообще, типа, занимаетесь? Наверное, нечем заняться. Ребята, у меня, к сожалению, вообще нет никакого свободного времени вот посмотреть каких-то блогеров или... Я сейчас расскажу, кого я сейчас смотрю в последнее время, что я, какое направление смотрю. Или какое-то хобби, чтобы у меня было. На минутку я не смотрю никакие сериалы, ни Netflix, ни Disney у нас подключено, что там еще, ни на YouTube ничего такого, ни каких-то сериалов. У меня на это нет, к сожалению, времени. Мне надо, знаете, если я смотрю какой-то сериал, даже там один-два сезона, то мне нужно сесть, например, каждый вечер, чтобы у меня была гарантия. Я по серии смотрю, да, чтобы не терять сюжетную линию. Просто если я брошу, я потом к этому не захочу вернуться. Я потеряю интерес и все, короче. Мне будет наплевать, что там, как это дальше продолжалось и заканчивалось, и это разворот, это нас не цепляет. А у меня не каждый вечер есть время, скажем так, приступить к этому просмотру, продолжить его. То есть максимум, что я смотрела, я даже название сейчас не вспомню. Какие-то короткие на 10-12 серии какой-то типа мини-сериальчик. Может, знаете, что я смотрела? Из последнего. Ну, это старьё вообще не последнее. На Нетфликсе сериал есть. И то последний сезон третьим вроде бы. Я его до сих пор не посмотрела, уже давно, уже выпущен, выложен весь. Я так и не приступила. Не помню имя девушки. И в Париже. Как американка полетела в Париж работать в модном рекламном агентстве, в премодном доме там. Вот это я смотрела. Это мой был, это года два, наверное, назад было. Сейчас он в сезон вышел несколько месяцев назад. Я ещё не знаю, Эмили в Париже или что-то такое. Я даже её имя не помню, блин. Ну, такое было, что я по вечерам могла включить. Было как бы, ну, назовем, так интересно. Такая лёгкая чтива, да, назовем, лёгкий просмотр, без каких-то напрягов, да. Сюжет какой-то там мне надо сильно наблюдать. Такой лёгкий поверхностный сериальчик. Такие у меня, как бы, почему у меня нет времени. Блин, ребят, на мне дом, ребёнок, у меня работа, если что. С 10 утра до вечера у меня есть запись клиентства. У меня каждый день какая-то запись идёт. У меня ещё надо найти в будние дни время для Ютьюба. Сесть, записать видео. Это занимает время, вот как сейчас. Уже становится даже для этого, ну, то есть у меня всегда блог. Время не выписано. Возьму его графика по приёму людей, консультации. Когда я отдаю Ютьюбу. То есть я ли на это время клиентов не беру. Все этому тоже оставляю время. Ну, а суббота-воскресенье, это семейные дни, все железные. Никогда там нет работы. Естественно, должен быть график. Иначе там нельзя всё успеть, естественно. Надо отдохнуть. И у нас суббота-воскресенье. Мы очень часто куда-то ездим, гуляем. Там, по городу всё равно. Тусуемся, назовём так, семьёй. И либо мы в последнее время очень полюбили спорт совместный. У нас семейная карта, спортклуб. Там бассейн, например. Муж любит играть в баскетбол. Плаваем. Как-то пляж. Ну, короче, вот всё вместе у нас. То есть суббота-воскресенье чисто семейное. Наша семья. Либо активный отдых. Например, субботу мы подсвечаем спорту. В воскресенье мы едем куда-то там. Смотрим что-то. Посещаем. Развлекаемся. Ресторан ходим. Что-то такое, в общем. Так проходит. Моя жизнь, я реально не успеваю замечать, как у меня прилетают будние дни. Я раз уже... О, четверка. Завтра же пятница. Ой, пятница, уже выходные. Я вот в каком темпе же буду посмотреть сериальчик или какое-то хобби. Блин, я... Знаете, моё хобби полежать просто, помолчать полчаса на диване вечером. Вот это супер занятие. Отдохнуть молча. Чтоб тебя не трогали, ни с кем-то не общаешься, не разговариваешь и так далее. Вот это для меня самый, наверное, лучший отдых. Чтоб ко мне никто не говорил ни там мам-мам-мам-мам. Ну, или что-то-что-то, или тебе не задавали вопрос, или от тебя чего-то не хотели. А потому что у меня везде ничего кто-то всегда хочет. Там, да, консультации, общение какого-то, семейные потребности и так далее. Поэтому я люблю мой лучший отдых – помолчать. А сейчас лето, например, или на пляже – помолчать тоже. Ну, люблю послушать музыку, например, в наушниках и на пляже. Или вообще, я вот это очень люблю – отключаться от социального шума и слушать музыку какую-то свою любимую. А вот, что ещё? Начали за здравие, закончили за упакойчивость. Про себя рассказываю, хотя рассказываю фидбэк про видео. В общем, мне было приятно, мне нравится снимать… Почему я ходом веду? Что мне нравится снимать видео, когда есть такая отдача. Надеюсь, у нас с вами будет общение всего больше. Очень приятно, что у меня такие неравнодушные, тёплые, родные уже, знаете, вот такое. Комьюнити сложилось, подписчиков. Мне очень приятно, что такие адекватные, сердечные люди смотрят YouTube-канал, стараются помочь окружающим. Знаете, ощущение надежды, что не всё так плохо вокруг, что есть ещё нормальные, добрые люди. Спасибо вам за это. Видео есть немало, сказать, а вам об этом спасибо большое. Так что будем дальше и продолжать. Скоро увидимся. Всем пока. А, кстати, кому нужна психологическая консультация, в инфобоксе под видео моя почта есть. Пишите туда тему письма «Консультация». Я вам превышу условия работы. Если вам нужно прислать историю от анонима для публикации на канале, анонимного разбора, видеоответа, пожалуйста, история от анонима, тема письма. И также остаётся ссылка на телеграм-канал самых главных новостей о Турции. Подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока.